здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет сегодня у меня очередная большая радость хоть и лето подошло концу но все таки вот этот проект по подставок по производству подставок для фуксии он совершился вот так я честно говоря даже не знала знала что должны быть какие-то подставочки сделанные но не знала что борисыч уже заказал их он делал не сам заказал но одному хорошему мастеру который по железу работает и сегодня вот такой для меня подарок я не знала не дизайн не согласовывала ничего ну в общем то я считаю что получилось на ура и я сегодня прям так рада рада даже у меня как сказать улыбка не спадает с лица вот такая красота на эти подставки конечно можно ставить не только фуксик любые цветы вот смотрите фуксии или вот я просто поставила петуньи что хочешь и еще внизу тоже есть такое же место куда можно поставить вниз горшок он тогда не будет падать потому что фуксии сейчас от ветра просто все равно летают падают ломаются так жалко сделаны эти подставки в стиле вот этой двух этих арок подставок видите одинаковые у них чаши там и здесь вот чтобы было в едином стиле конечно у меня проектов в голове сразу очень много я уже договорилась с мастером за зиму он мне кое-что еще сделает может что скамейку мы хотим такую же до сделать в этом же стиле будет реставрировать борисыч ты опять вот сейчас это мне на ухо будем реставрировать наши ворота так ну в стиле у нас видите ворота тоже примерно в таком стиле но будем их очищать и закрашивать такой вот очень хорошей краской кузнечной потому что какую бы краску мы не покупали все любую дорогущую при дорогущую долго не стоит и одно дело красим там и валиком и кистью другое дело ну вот покрасит специалист специальная бригада думаем что потому что ворота это тоже наш какая-то визитная карточка такая они чугунные ворот ну не чугунные они как бы вот эти все сделано у кузнеца сейчас немножко в другом стиле многие делают у нас такие вот они очень тяжелые хорошие ворота поэтому вот этот же мастер сейчас нам и ворота бы сделает ну а я вот прям эмоции меня переполняют конечно сейчас я ждала это все лето все хотела но из-за строительства светелки время было мало хорошо хоть мне вот для питуней ты сделали муж тут и помогал друг семьи и муж вот сделали вот эти подставки для питуней ну что сказать радостная очень что они мне отслужили лето хорошо все было красиво это уж сейчас можно сказать осень настала ну и вот эта красота пойду теперь расставлять новое дело которое не доделали еще в этом году это замена крыши в нашем на нашем колодце прошлом году кто давно со мной на канале помнит как в конце мая у нас выпал град прямо вот с перепели на яйцо побил все теплицы у людей и у нас мы меняли в этом году весь поликарбонат у теплицы и вот так видите как какие дыры не видно забориться чем вот просто как из пулемета так что некрасиво конечно дыры не сквозные но некрасиво вот здесь виднее смотрите поэтому меняем поликарбонат купили зелененький чуть чуть посветлее будет новенький красивый город был очень странный посмотрите другая сторона ни одной дырочки то есть вот он шел как каким-то таким потоком что часть перебила часть нет вот такие странности прошлом году кто помнит перерубила мои петуни как капусту и многие цветы а вот эта часть крыши осталась нормальной а с той стороны вот ну вот так получилось у нас крыша у колодца такая яркая прям такое ощущение что они цветом разные но на самом деле одинаковые просто новенькая чистенькая вот так вот град принесет опять такие затраты потому что маленький кусочек поликарбоната не продается продается рулон приходится брать огромный кусок платить денег достаточно прилично и потом этот кусок должен где-то еще хранится вот и неизвестно еще когда понадобится но я думаю что мы его используем мало ли вторая часть вот этого этой крыши на замену или не дай бог опять такой град выпадет в общем но все равно это все неудобно надо где-то это все располагать только в ряд сарай забивать но получилось так очень даже красиво второй день сегодня копки картофеля ну в общем все докопали вот так вроде как недавно сажали картошку а уже надо выкапать так быстро летит время что скажу по картофелю посадили мы 7 ведер выкопали 75 результат ну на лицо 1 10 великолепный результат я думаю так тем более лето как всегда было непростое очень сильная засуха дождей у нас не было ну вообще нет не было дождей все лето и так по стартам вот здесь мы приобретаем всегда ведро супер-супер элиты сорт red scarlet это основной картофель который мы сажаем на всем поле вот супер-супер элита дала вот такой урожай очень хороший а вот это наша уже элита или пер и первый сорт то же самое red scarlet вот такая картофель прекрасно картофель еще у нас есть сорт белорусской картофель скарб я сажаю два всего ри . вот такой скарб скарб бы еще даже чуть-чуть бы можно и порасти было ну уж мы не оставляем выкопали выкопали все равно картофель отличный и еще есть сорт белороза она внешне немножко похоже на red scarlet ну более темная у нее шкурка более такая насыщена красного цвета тоже прекрасно родится это все картофели из ранних ну скарб наверное такой средний спелый а это тоже ранее посмотрите она даже форму похоже похоже вот на этот картофель ну говорю серединка у них белая а кожица у нее более темная тоже всего было один рядочек посаженный вот картофель выглядит великолепно что сказать мелочи совсем мало очень мало мы вчера накопали 45 ведер картофеля ведро было резаный такой всякой разной и ведро было мелкой картофеля одну всего ведро поэтому урожай хороший отличный мы такие картофельники поэтому рады все-таки три семьи и семьи немалых там детки любят пюрешки калитки пирожки картофельные котлетки картофельные в общем картофель мы съедаем хорошо но опять сейчас оставлю 7 ведер на семена а все остальное берем в яму слава богу большая работа когда картофель уберешь это считается большая работа по уборке урожая выполнена а все остальные грядочки это уже ерунда начинают зреть сливы в этом году чего-то поздновато но такие они вкуснющие единственное не очень крупные но посмотрите сколько сливы опять в этом году это слива трудится все время друзья мои мы снова сегодня за грибами и как я говорю даже если не наберу она любуюсь на грибы для меня это уже праздник грибы конечно уже переросли сейчас прошли дожди мы думали ну пойдут маленькие ну смотрите что я увидела показываю вам вот конечно они все переросли и там и там вот если посмотреть там будут все под осиновики и если я направо поверну камеру там тоже лес под осиновик так вот для меня вот такое любование грибами просто какой-то сильнейший позитив я прям балдею сегодня вот смотрите дорогие друзья о чем я вам говорила посмотрите вот там здесь тут и вот там и вот так если идти все время по дороге идут под осиновики только что очень большие такие они красивые вот такие вот красавчики когда приятно когда их встретишь а там уже большие и приглядеться они есть еще ну а такие красавцы конечно просто для сердца вот какие малыши карандаши ну вот друзья мои потрудилась вот так выглядит клубника ну видно что она чистенькая хорошенькая рядочки сейчас хорошо проветриваются видите сколько я убрала усов лишних листьев но не сделала ее под ноль потому что это клубничка достаточно молодая ну и вообще я вот так под ноль не выстригаю для меня легче выкинуть посадить новую хотя есть метод такой что вырезать все под ноль хорошо подкормить она отрастает и вы еще один год получите дополнительный урожай ну кто как делает все прям метелкой промела сняла лишнее все грязь и сухой лист и всякий разный теперь какое дело следующее необходимо провести подкормку но так как эта неделя у нас обещается сухая и теплая дождой с дождей концу недели кормить буду вот таким удобрением фертика для клубники и земляники это органоминеральное удобрение если кто видит здесь не видно я вам скажу фертика органоминеральная удобрительная смесь гуматы 18 процентов азота 3 фосфора 11 калия 14 то что мне и необходимо сейчас сделать по чайной ложечке на кустик этого предостаточно и еще одно сделаю вечером когда сядет солнце буду делать препаратом сан майт обработку это корицидный препарат от клеща я весной делала обработку японскими препаратами я вам это все рассказывала видео в ссылках все как и что я делала с клубника как я делала почему все будут прикреплены посмотрите может быть кому-то мой метод будет интересен и даже сделаю видео прошлого года как сажаю я клубнику как готовлю грядку я поэтому все кому интересно посмотрите ну раз делала японцами поэтому сейчас меняю препарат вот на такой сан майт ну одну обработку я делаю сан мать там и 2 карамои то по моему так называется препарат японский все это покупала на сайте ирины кормили цены сайт цветочные мечты ну и как видите я конечно же но от клеща можно сказать освободилась но око надо держать что называется все время остро чтобы не пропустить потому что клещ это сейчас кажется что все хорошо и прекрасно а вдруг где-то отложил яйца и при благоприятных условиях опять начнут развиваться вот поэтому сейчас делаю обработку но я смешаю препарат сан майт и еще препарат какой-нибудь от болезней для профилактики чтобы не было видите сами я уже обращала внимание нет пятнистости у меня на листьях никаких клубника чистая вот такой она должна уйти в зиму видите красные коричневые пятна обрабатываем не должно этого быть поэтому я посмотрю может быть холм сделаю сейчас потому что холмом в этом году и не пользовалась поэтому холм плюс сан майт и будет обработка и от болезней и от вредителей ну и вот здесь разбила для тех кто мне заказывал видите посадила все усы они все с корневой системы это не то что там усик такой голенький вот поставила другие накрою с понбондом чтобы солнышко сейчас тут не тревожило чтобы влага была и так они легче приживаются и потом где-то ровно через месяц смогу может быть пораньше посмотрю как она будет там нарастить корневую систему как приживутся усы то есть я вот уже высылаю с такой хороший достаточно развитой системы должна так сделать поэтому сейчас накрою и пусть тут все приживается ну вот такие работы не забудьте и вы провести для того чтобы клубника на следующий год нас опять порадовала меня в этом году порадовала надеюсь что в следующем тоже хотя видите убавила плантацию нет сил и времени очень много поклоняться этой ягоде она это любит без этого урожая не будет ну а я освободилась лишнюю грядочку у борисыча урвала материал пусть теперь меньше ест клубники всего всем доброго подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить пальчик вверх желательно конечно же и нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео потому что осенью тоже много дел так же как и весной и самое главное будьте здоровы директор по свежести идет это не трогай